ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое исцарство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Свою Сыну и Святому Духу. И ныне и пресне, и вовеки вовеки. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву, при чистоте Матери, всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будем негрешному. Создавный, Господи, помилуй меня. Бесчисла я погрешил, Господи, прости меня, грешного и помилуй. Как говорят, разбор полета. Вчера пришли мы поздно. Уже в 8 часам только. Такая работа была, вы сами видели. Работа тяжелая, мужская, нужная, с проглядом вперед. То есть весной, центр, где вода должна идти, снег окостенел, оледенел. И вода не могла идти. И вода тогда пошла по сторонам, промывая там, где камней нет. И промыла. Ну, не совсем так, что трасса осталась целая. Мы решили возвести небольшие парапеты. Так называемые маленькие дамочки. Маленькие, это маленькие. Это означает, что большие камни на расстоянии, сколько их обив. Ну, чтобы внутри, между ними, осталась пазуха. 45 метров. Вы понимаете, что такое 45 метров? На один метр сколько камней тяжелых, их надо было выковырнуть там. А так к концу шло уже. Будьте очень внимательны. Моги вместе держать. Я стою иногда, ноги не вместе. Я падаю. Я падаю, я опять сомну. Моги поставить, опять падать начинаю. Поэтому прошу на меня не глядеть. Я не пример. Не пример. Дело в том, что после операции, я попутно сказать, мне нельзя было кланяться после операции на позвоночнике. Тем более, у меня оказалось, врачи сказали, очень необычное устройство позвоночника. Там разъедряются на два канала, у меня в одном все собрано. Очень сложно было делать. Хотя они первым делом в реанимации уже стали меня щипать, что я реагирую я или не реагирую. Я попутно потом вернусь к этому. Поэтому мне можно было только стоять или лежать. Сидеть нельзя. Поэтому там в лагере ванну опрокинули, на ванну мне положили, пообедали. Я целый день на ногах был. Да тем более православные, но привыкли. Вот возвели вчера мы эти дамбочки, так скажем, парапеты. Я ничего не скрываю. Почему? Потому что нам жить еще вместе. Да, Вещер? А там видно будет. Слушайте очень внимательно. С чего начать? Скорбных внести или с хороших? Или наоборот, сначала хорошие, потом скорбные? Дайте сначала скорбные. 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 Правильно. Правильно. У христиан скорбная жизнь, а там радостная. У безбожника здесь она будто бы радостная, хотя радости у него все такие туманные. А там одна скорбь. А когда ты радость услышал, а потом скорбь, радость твоя погасла. А когда скорбь, вначале ты перетерпел, а тут радость, и с радостью ты отходишь. Вот как лучше быть, пессимистом или оптимистом? Пессимистом все время все недоволен. Глаза в разбежку, все время на 15 сантиметров. Всем он недоволен. У меня один такой в лагере полный пишет. Ва-а, забери меня отсюда. Погода, здесь руководитель нехороший, воспитатели нехорошие, погода нехорошая, солнце нехорошее. Только он Бога не знал еще, он все собрал, и все нехорошее. И в это же время одна девочка пишет письмо. Баба, какая ты у меня хорошая. Куда ты меня направила? Я столько научилась, каждый день поучения несколько раз. У нас девочек, знаешь, как-то любят. К нам даже прикоснуться нельзя, я этого не слышала раньше. И слово целомудрее нам объяснили. Как мы должны себя хранить, какой женой быть. Баба, приезжай сюда. Тут все хорошее, солнце рано восходит, так хорошо птички поют. У нее слово хорошо покрыло еще восхитительным. А то, знаете, травы такие замечательные. А здесь отношения непревзойденные. Оно такой богатый словарный запас. А девочка была плохо слышащая. И я, когда письмо я засчитал, зазирались ребята. А кто это такая? А никто не поймет, что это Надюшка. Она плохо слышит-то. А когда узнали, и вокруг нее сразу глядя, культура изменилась. Обратили на нее внимание. Но она молчит. Она не слышит, о чем разговаривает. Она внутренний дух разбила, а в этих ничего нету. Самое печальное. Расскажи, Виталий Самыч, что у нас было? Кого называю, сразу выходить сюда. Это очень полезно. А здесь еще у нас было? Работа была. Я медленно стал как бы двигаться. И позволил себе слово табуированное здешнее общение. Я устал. Слово, которое мы не знаем. У нас слово НАТО. Военное слово. Воспоминание идет военное. Мы шестилетие на полях работали. Шестилетие, это пятилетие. У нас не было слова там, я не могу или болен. Для этого никто не знал. Уважительная причина смерти. Весь райком на фронте. Вот и все. Устал. Мы этого слова вообще не знали. Что это такое? Я не могу даже объяснить. То я как бы еще поясню. Я не в контексте, то что я устал все. А вы скажете, что ты так медленно двигаешься? Я скажу. Я не ведет. Я не терпел. Бегом. Все время бегом. Все болит, Игнат Тихонович. Ну вот так. Ну вот так. Я служил во флоте. И нас учили так. Трап. Это лестница где. Ни туда, ни обратно. Шагом нельзя ходить. Почему? Узкое место. А тут много людей. Ты должен быстро. Буквально через 10 ступенек лететь, где-то задержался, перевернулся. Все там, уже на месте. Я вернулся, это 60 лет назад было. Я по сегодняшний день по лестнице шагом не могу ходить. Вот как вдолбили. Я иду. Ну, что спрашивают-то? Как только подхожу, мне ноги сами шевелятся. Бежать бегом. В больнице лежу. Там решили меня сердце проверить. А врач идет. А я маленько так голову вниз опустил. Не вижу, и мимо так стой. Я остановился. А вы как тут попали? Я говорю, я лежу. А я бегом несусь на седьмой этаж. И в каком отделении кардиология, кардиология. Зачем же вы здесь туда находитесь? Какая кардиология? Это сердце. А я несусь на седьмой этаж. Ну, меня там разные проверки сделали. Я не болел сердцем. Это сказал слово устал. Почему? Как ты мог это слово сказать, когда столько я работаю? Смотри, старше тебя, моложе тебя, новый человек, болит нога. Тебе что говорить-то? Я перед тобой. Восьмой десяток лет. Следующий год, в это время, если я дожил, будет восемьдесят лет. И ты видишь, я где? Подошел, лопатой проспят, сунет, пока нагревет. Самые большие два раза лопату кинул, чтобы в руках горело. Нас так мать учила. Отец говорил, сынок, так работаешь, чтобы тебя еще раз пригласили. Там печь делаю, или точу пилы на ножи. А ты идет так. Я что сказал? Дед, да. Я сразу тебя отстранил от работы, такие работники не нужны. Так, отойди. Ты сразу шагнул в сторону. Это как раз то, что тебе надо было. Я тебя очень хорошо знаю. В прошлом году я тебя выгнал, как Романа Проликова. В лесу Проликова стоит. Где? В кустах. У деревьев валит, Витя валит. Никита работает. Айбоня, ты еще стоишь. Я устал. Так мы не работали еще сегодня, а я вчера устал. А вчера-то может быть минут 20 работал. Который в роликах выступает. Много говорит о благовестии. А показать еще пока не может. С этим точно одна история такая была. И ты за год, похоже, не учился тому примеру. Ты уже оказался в состоянии роликов. Ты замечательный голос, начитывай. Особенность стихотворения первого насчитал. Я женщинам всем благодарен и в досталь. Что мимо меня не заметив прошли. Взвинули лишь коса. Змеей струили щекосы. Замозной в них не вошел и нечего кого расшить. Ада так прочитал, потому что мой знакомый это расшить. Как раз со своей Настенькой там. У него это так жилее значительно, чем у меня получилось. Он прошел по-живому, по-разрезанному. Тем более, что суд сейчас был у него. Я тебе сказал, читай мои стихи. Дальше. Я тебя отстранил. Вот тут у тебя самая большая ошибка началась. Спокойненько я пошел в страну. Мы в это время грузим камень, глину везем. Спокойненько стоит, он отдыхает. Чего и хотел. Но я-то не для этого тебе сказал. А ты бы сказал сразу, господи, прости меня, что это со мной. В таком возрасте я... Да какой устал-то, мы же идем туда-обратно с пустой тележкой. Это и отдых. Смена труда есть отдых. Везешь сюда, ты работаешь. А обратно кого-то на пузо положил, и везешь, даешь тележку. Тележку возим, другую. И кто-то за него походатайствовал. Сейчас не знаю, кто-то Володя или кто говорит. Так он уже не устал. Я с вами говорю, ну как? Ну я все, работай. Так было. И не играй больше. Один раз это случайно. Два раза это система. То есть такой ты и есть. Садовись. Я говорю, я лопатой огрею, сейчас я по спине распустил. Что это за походка такая идет? Я вам рассказывал про мою близкую подругу, тетю Тоню. Мне 75 лет было. Некоторые не знают там. Они подпольные христиане были, истинно православные христиане. И она, у которой собирались на дому, и она говорит там, у них там Пафнутик, то наставник, и говорит, а почему они к церкви не касались? Подпольные были, тихоновцы. Подпольная церковь. Почему Тоня все делает, у нее как-то так и двигают, а у меня вот моритесь тут, а я все какая-то не такая. Он говорит, ты краси не. А это Пафи Роща, она говорит, моя. А это печь, я... Отец, посмотрите, ну что смеяться надо мной? Ну моя же печь, раздумай, то есть... Вещь она уже начала. Вопрос ответил, да, моя наставник. Дальше. Дойди до печки и обратно. А тут у них сидят бабки там. Но зачем? Я прошу тебя, пожалуйста, и просидишь-ка. Ну пройди до печки и обратно. Ну что надо мной смеяться? Я очень тебя прошу, простиня, пройди. Ну прошла еще из-за этого. Еще не надо садиться, простинюшка. Так, вот Анина, слушай наставник. До печки, это вся комната, а вот... А это, это такое, ну ее. Так, дайди до печки обратно. Слушай наставник. Так, люди, вы видели разницу? Чего ж не видите? Я жил у своих в Афрунзе, у них мимо проходил аксакал. Я не знаю сколько лет, но по 90. У него в руках палка с жезлом. И вот папаха. А там взгорки разные. Он идет вот так вот. Видно, что он так и ходил. Это жигит. Ну это разве, как я показал, идет это задница как... Прости, Господи, ночная бабочка, виляет у меня один тут был. Разве так ходит мужчина? Ты вступаешь так, что... Это видно было. Это идет хозяин земли. Защитник. Что барак содрогался, глядя на тебя. Как говорил Александр Гневский. Вид? Воина должен нарушать ужас супостату. Только Глябов он понял, пора белый флаг выкрасывать, пока не задавили его там в берлоге. Никогда, чтобы я не слышал, снова устал. Хорошо слышали? Это самое почти неприятное. Я с этого начал. Так, Нестер Андреевич, подойди сюда. Тарас Александрович, будьте добры. Так, рассказывай, с чем ты вчера занимался? Пасли коров. А как ты там оказался, пасли коров? Ты же не местный житель. Да. Как ты там оказался? Вопрос-то не отвечен. Да. Как ты там оказался? Пасли коров. Плю. На них. Знаешь? Вот она и просидушка. Начинает выкать, мыкать. Ну и диванное московское христианство. Они между словами, когда мысль мертвая, ну мы пошли вдвоем. Ну, вот москвичи так говорят. Абсолютное большинство. И выходят на радио, на телевидение, мычащие какие-то, не знаю, существа или особи. Как ты оказался пастухом? Замкнуло. Ты не можешь сказать. Не может. Почему ты не записываешь дневник? Я каждый день должен был проверять. Укормил нет собаку. Приду перевернуто там. Сделать так, чтобы у них вода не была опрокинута. Никаких. Гулял. Две занятия ведут. Я две собаки уже выголел. У меня сразу помощник нашел, Синезра. Одну берет, а другую я. Он не знает как. Дело в том, что деревни. Люди, которые что-то советуют городские, они ничего не понимают. Давайте пруды сушить, воду выпустить, то другое. У нас там выпускали воду. Ты помнишь, как рубились? Выпускали воду. Там небольшой пруд, маленький, южный. Делали траншейку. Там корни рубили. Выпускать, чтобы вода потекла. Куда потекла? У вас там общая протяженность, наверное, метров 30 была. Эта траншея. Ну, вода сошла. Сошла на середке она стоит, потому что она чашей. Чтобы вода потекла, должен быть какой-то канал, который ниже самого низкого уровня воды. И так и не могли. Ждали, когда солнце высушит. А вы давай высушите. Ну ладно, я открыл, вода утекла. Так она утекла, она увезла с собой тонны глины, которой нигде нет. Больше, а мы ничего не можем сделать. А высушить ее, это невозможно. Никакое лето не высушит. Там может быть метр, 200 лет. Нечищенный пруд. И там чаша. Прокопать невозможно. Абсолютно нежизненные советы дают. Так и здесь. Они работают. Игорь неизвестно, во сколько ложится. И вот он и поле, и... Сейчас еще 100 гектаров прикупил. Терентий нынче помогает. Прошлый год помогал. И пасти некому. Они пасут здесь трое-четверо. Скотина у Любы тоже четвертая. И попросила, она говорит, а не мог бы тебе этот место пасти? Мог бы разговаривать. А кто попросил? Тетя Люба попросила? Тетя Люба попросила? Нет. Елена Анатольевна, учитель, завуч местный. Так? Она с тобой разговаривала? Нет. Вот так. А ты пас когда-нибудь? Пасам нет. Только с помощью. Ну с помощью. Ну ты узнал во сколько пригонять, выгонять? Да. Во сколько загоняли в обед? В 12 часов. Сместили на час. Было в час. Сделали в 12. Они пасли с 9 до часа, а сейчас сделали с 8 до 12. Дальше. Обед во сколько кончился? Обед во сколько кончился? Ну коров, чтобы идти постигла. Ну во сколько коров выгнали после обеда? Он не понимает. В 3 часа. В 3 часа. Загонять вечером сколько возвращается с поля? В 19. А что это означает 19 по-нашему? В 7 часов. Сколько? В 7 часов. В 7. А во сколько ты загнал? В 6. Да не в 6. Раньше. Раньше 6. А корова как раз холодно, начинается прохлада. Она в это время голодных поставила. Он вчера наказал всю деревню. Для них валюта это молоко, сметана и все. Почему ты загнал раньше? И когда он спрашивал, тот не отвечал ни слова. Писание говорит. А почему? Почему ты загнал раньше? Я утром не знаю ничего еще про него. Я уже беспокоился. Часы у него есть. А во сколько знает, меня трясло буквально. Я уже внутренним голосом насторожился. Ты на бумажку что-то записал во сколько? У меня на бумажку. Где она? Почему она там лежит? Это бумажка? Да. Больше нельзя было написать? Я переписал. Покажи. Покажи. Ты заучил? Часы где? Там. Часы твои? Да. Как можно было ошибиться, когда в 7 часов вечера 19? Вот они часы. Вот она. Видишь как? 12. 7. Вот 7. Вот 6, а вот 7. В это время ты должен в деревню заходить. Ты загнал год когда? 6 час шел. Почти пол шестого. Уже коровы заходили. Этот часы не имел? Не было. Так. Ты почему ему не показал, не сказал? Тараси, посмотри, что-то я не вижу, ослеп тут. А чего ты ослеп? Не знаю, там солнце тебя ослепило. Тараси, посмотри, сколько времени? Ты мог это сделать? Ну да. Почему этого не сделал? Какой-то стыд мне принес, ты бы знал. Я вчера не знаю, как она услышал по телефону, звонит туда, она звонит. А вот так 7, и люди на поле. Капокосы. Они придут к 7. А в это время коровы пошли по полям, куда никого дома-то нет. Это не просто ты не вовремя пришел и пообедал со всеми. Это ты пригнал скотину к пустым домам. Дома-то никого нету. Кто-то уехал, и все только к 7. К 7, и это остались ребятишки. А ребятишки это играют, купаются, они знают, к 7. Но ты один, сел обманул деревню. Я сегодня спрашивал. Сегодня я утром у них спрашивал, почему так все произошло-то. Они мне рассказали, что мы корову куда-то у них там пошли. Они говорят, мы послали вот этих двоих завернуть вроде. А они их погнали в деревню. Ну ладно, это придумают сказку. Я вижу, это глупо. А ты-то где в это время-то? Ну, в том-то и есть. Это как в это время корова головой откнулась в траву. Да корова пошла домой. Она не пойдет в это время домой, ее надо гнать палкой. А она в это время от жара отмахивалась от паутов комаров. И в это время только начинает есть. Самый драгоценный золотой час своровал. Своровал, ты обокрал всю деревню. Я вас учусь всему жить, самое главное жить. Ты мне доставил вчера такую печаль. Я еще ложусь спать, еще помолился и не знаю. Откуда ты взял такое, что я тебе сказал сюда не заходить? Ну, я же тебе говорил такую эпитемию какую-то. А там звонят, какая она у эпитемия. Я говорю, это Лена знает, пускай. Я не касаюсь его. Почему ты решил, что тебе тут молиться нельзя заходить? Такую кабалькаду строили. Откуда ты там все наплел-то? Смотрите на его лицо. Ты сам-то себя хоть как-то маленько осознал, что ты натворил. Что нужно делать дальше-то? Ну да. Ну а дальше-то какой вывод? Что ты ночью переживал, стоял, молился, плакал? Как ты мог сделать? Ты меня подвел в первую очередь. Меня, потому что ты мне близкий человек. Девятый год находишься здесь. Твоя сестра. Я коснусь ее. Тебе ей подражать надо, никуда не тебе надо. Она как огонек горит. Куда ни пошли, она везет первая. Я других не хаю, но просто выделяю. Что ты себе придумал? Какое образумление? Ничего нет. Потому что ты не любишь учиться. У нас есть люди, которые не любили учиться. А прыгали, играли. А потом, потом всю жизнь мучаются, что у них не хватает знания. Кто знает такого человека? Вот он поднял руку. Покажи его. Он проиграл. И с ним разговаривали дорогой. Я говорю, знаешь, вот в Авина сток стоял. Он ни слов не Авин, ни сток еще не знает. Не говоря об языках. Попал он здесь. Я сразу сказал, я занимаюсь с тобой математикой. Это физикой, надеждой литературой. И Игорь Добунов там что-то начал с ним там вести его. Маленько-маленько расшевелили, подняли. Но потом он сам стал записывать. Такая гора у него этих бумажек там, скотчем обклеивает, писанием. Писание расшевелило его. Но это у него постоянно просвечивается. Он все время читает в интернете, книги. Все, у тебя начало, ты упустил уже все. Люди, которые ничего не знают. Дундук их зовут. Тупой дундук. Пень. И сам себе ты что придумал? Назначь тебе остаться без завтрака сегодня. Второе. Сейчас же иди с молитвой. Все остальное выявлено. Никто не гнал коров, вот этих на них спихнул голов. Хорошо, что они здесь. А то мы сейчас так и завалили вас. И попроси у них прощения. Елена Анатольевна отвечает за всю деревню. Я сказал, сколько, мне кажется, 500 рублей в день. Да где это, не видно, ребенку. И плюс полторашка молока. Ничего завтра нету. Вы наказали людей дольше. Скажи, что нам платить за всежавший день не надо. И второе, скажи, исключи меня из списка пастухов. Здесь, перед всем собранием, если ты будешь каяться со слезами, тогда я тебе еще разрешу. Больше нет. Такой позор мне. Я сын пастуха, я вырос на поле. Мы знаем, какая травинка, куда гнать корову, когда поить ее. Все. Ничего не интересуется, не знает. Где пасли, тоже не знаю. Что? Говори свое оправдание. Так, вступай с Богом. Сказала рыбка. Вступай себе с Богом, старший. Иди. Надень ей пуражечку. Елена Анатолия, поговори, что она тебе скажет. Попроси ее, чтобы она тебя выгнала. Выгнала. Ничего не платила за вчерашний день. Понятно? Вот она закладывается, будущий человек. Сколько он горя принесет. Он ничего не отвечает, уже все засохло. Одному-то можно ему? Она же по двое ходит. Ну, кого? Девчонок не пошли, никогда не отдам. Мне за какие-то коврижки. А кого он отсылать? Нет, я имею в виду туда идти, к Илее Анатолиевне. Так, иди. Иди, лучше еще скажи, я буду главный пастух. Я ему доверяю больше. Мамка здесь. Так, и выпустил. Вам понятно? Дальше. Вчера я просил, чтобы пришел в Ерему. Он эту дорогу испортил. Попросил, я говорю, ребята, я отца просил, и мать. Он говорит, приходил, но нигде ничего не уложено. Еще он приходил, где ушел в лагерь или куда. Где-то там он поле проехал, там пшенисты сколько загубил. Может быть, там приходил, здесь не тронуто. Крик, крик не понял. Скажи, бегом, бегите туда и обратно. Быстрее, пока не ушли. Форточку, голову. Тарас, бегом, бегите туда и обратно. Все, побежали. Человек формируется. Я говорю, надо уложить обратно. Она как ленихом отвернула, рядом там, а второе колесо там отвернуло. Она как диск. Дисковали. А это рука зубчатая такая, она режет все. И край дороги поставлена. Стать прямо, ногами так никогда не могу делать. И я сказал, Поля, ты будешь старше. Так, что она там ответила мне? Согласие. Все? Согласилась быть старше. Да. Их вышло, никого нет. Я говорю, а где остальные? Она что ответила? Я ответила, покажите мне, я передам. Дальше начался разговор. То есть я сказал, взять всех, чтобы не вышло отсюда, пока не вышли все. Ошибка была здесь, мы не замечены даже. Никого нет. А потом посуду моют, значит, две взрослые женщины, значит, Марина и Галина. И вот я пришел, этих всех сразу забрал, пошли укладывали. Я сказал, старше будет и просили. Вы еще ответили? Что ребенок надо мной будет старше? Я вопрос задала. Учиться надо смирению и против непослушания. Вы вступили в разговор, это уже нарушение устава. Этого не надо делать. Вы должны вылезти всех, и неведяно на колени, и поползлись, все это сделали. Нет, я ночью сделаю до утра один. Вот вы, мыть я сказал, когда мыть, я буду приходить, полмыть, раз не хотите, как я говорю, делать, буду сам все делать. Можно я буду делать, как вы сказали? Что делать? Подметать. Подметать без всякой воды, на сухое. А слегка смочить веничек? Нигде ни капли, ни одной капли воды, чтобы не было здесь. Дома где угодно подметать, у нас нельзя. Вентиляция плохая, мы полный полностью в труху превратился. Я как огня сейчас боюсь этого. Не надо. Если просто подметать, когда все выше, подметать, а потом все протерло и все. Здесь только, если воды взялась, тщательно выжать, тогда на швабру и протирать. Ни одной капли, чтобы из тряпочки нигде не попало. Тогда можно будет. Это понятно? Берешься? Это буду делать я. Я знаю, надо сделать, значит, никто нет. Я иду, как Сергей Радонежский говорил. По порядку. Я поставил против. Показал, все, вижу, она подгребает лопатой, там пошла, там левее. Дальше, я сказал, поливать. Поливайте вечером. Хорошо пролить надо, не съемку только, вы мало льете воды. Чтобы вода дошла до корней. Утром и вечером, три дня. Чтобы вернулось на место, там корешки чуть-чуть зацепятся и все такое. Сегодня думаю, делают они, не делают, завряд ли делают. Иду на встречу, Лидия с банками идет. Уже порадовали меня. Лежу, а где остальные? Там. Лежу и правы, одна за другой, выходят, баночки несут, все поливают. А они учатся. Учатся смотреть за всем, что случается. Это наша деревня. Мы отвечаем за все. Тем более за дорогу. Вес потеряет, умыл. Только мог трактор пройти. А сейчас свободно заходит. Деревня нигде, ни разу нам не помогла. Ни разу, ни одним человеком, ни одной копейки не дали. Я только в эту дорогу в пруды вложил больше миллиона. Зарыл в землю, в гуру. Я гуру и зарыл в землю. Один говорит, где вы видели такого гуру, чтобы он делал два блаженные? Володя да Никита рядом. Сегодня и гляжу, и вечером. Только больше надо. Один, чтобы все время, перед тем как идти, одного поставить здесь. Не надо теплая, не теплая вода, для этой травы разницы нет никакой. Это понятно? По порядку. Сейчас выхожу, ребятички сидят у тележки. А где дядя Вова? Владимир Юрьевич. Нету. Зашел в комнату? Нету. А где он? Два богатыря сидят без дела. Я их не могу срунуть, они у тележки назначены. Где дядя Вова? Я туда, сюда. Ты мог сказать им, что ребята, там осталось немного, я подмышками принесу, вы посидите, но я там. Не сказал? Сказал. А? Сказал, сказал. Сказал. Они растерялись, увидев вас. Вот так. Да. Исчезли под землю, макушки было видно. А так. Они между собой говорили, они забыли, они испугали. Сказать, зачем вы думаете это? Меня увидели, испугали. Сказать, дядя Вова восхищен на небо, как Илья, они не знают. Когда фаналерон под землю провалилась, не знают. Что-то придумывают-то. Они просто сидят, как всегда, балагурят, палочки там, щепки. Ничего он не думает, не испугался. А и чего ему пугаться-то? Я его не бил, я вообще с ними дело не имел. Что-то там сегодня в обуви. Он носками вышел на самой проходной. А теперь этими грязными носками, я его поднял кверху, я левого, ощущаю ему ноги. Лезть в сапоги. То есть неправильно. Не разрешайте детям грязными ногами сапоги лазить. Так пальцами не крутить. Опустить руки. Вот это крутит, это означает мозгами где-то. А они были пальцы здесь. Другого не будет. Не шевелить руки, опустить. Сергей Павлович приехал вчера, я собак передал, не кольнулся они. Все, ты видел, как я делаю там, варю где-то, ставил. Потом я почти поприкачу туда галушек имею. Вот и все. Радостное известие, то, что вы полили, для меня это очень важно. И радостное известие, я не знаю, Сергей там выставлял, и Виталий. Вот большая благодарность, люди смотрят, там Елена, Павла, что-то там у них кто-то против меня говорил. И они, на нее он натолкнулся, тот человек, он в нашей группе был. Я делаю вид, что она сказала, чтобы не знали. А теперь, неправильно я сказал, пусть все знают. А теперь я ей говорю, не хочу говорить только о ком. Вот. А она его спросила, а вы не записывайте, что говорим? Он говорит, нет. А когда она опубликовала, как он ее от нас оттаскивал, в штатах, ну как, это у всех одинаково. Они за нами бродят, узнают, и дальше клепают. Тот нехороший, Сергей нехороший, Володя никакой. Ну то есть, а он в это время только судит, ничего от этого нет. Осуждение – самый большой грех, который люди не могут объяснить. Блудник можно объяснить, красавец, я обомлел, сам не помню, как проснулся в сидой постели, там, еще что-то. Своровал, такая вещь никогда не видел, теперь у меня своя машина украла. А судил, сидел дома, сидел и судил человека, которого даже не видит. Объяснений никакого в этом нету. Нету. Это зависть черная, дикая. И когда она так сказала, тот человек говорит. Я выяснил, что мы с вами разговаривали, ты бабьи басни собираешь на нее. Ее как бы крепко так ударил, и то другое. Она пишет, так он меня обманул. Она теперь уже то забыла оскорбление. Когда двое разговаривали, вот так, например, встала, и говорят. Говорят друг другу, матерят по щеку сняют. Говорят, да ты-то сам какой? А что ты меня тыщишь? Что он его всеми матерками опутал, он даже внимания не платил. А на ты назвал, его надо только на вы называть. Вот здесь та же самая история. Он меня обманул. Ну обманул-то обманул, но... Он оправдывается, а оправдывается он не такой. Теперь ему, если даже он хотел бы говорить, ему уже никто не поверит. Уже его не надо трогать, если он поверженный. Вот такой сегодня длинный... Ну-ну. Кругу только поднять стоит. Все зубы, горталь, все длинно. Зачем это можно? Рядом нет мужчин курящих, они окурки туда кидают. Так, все. Ко мне вопросы. У меня не вопросы, у меня объявление. Я хочу сейчас после завтрака постирать на братьев, на мальчиков. Вы приносите белье? Какое? Грязное. Они нижние носочки сами. Зачем? Не надо это. Ну потому что целый месяц не стирать. Не надо это. Вот эту рубашку снимаете. Это не надо это делать. Я рубашки сам стираю сейчас. В бане и все. Я знаю как. Она у меня целая. А после этой, ты-ка дырки защиняй. Это машина. Так, за намерение благодарим, но не отдавать. Мы работаем. Пот это наше естественное, оно не вредит. Наоборот, какие-то засалят дырочки, комарные укусят. А когда стирать тогда? А когда будет стирка большая, тогда будет стирать. Вот это она и есть. Как правило, это делается в субботу. В субботу сложно, Игнать Тихонович. Там на службу мы вообще тогда будем делать. Я не сказал стирать в субботу, а сменять. Он смеет, белье скину, и жди вторника, как сегодня. А вот то, что они уже меняли, у них накопилось. Я ответил не делать этого. Она должна отложить на следующей неделе. Еще, ласточка в предбаннике свела гнездо. А сейчас свела, она уже в бане самой. А я ее не видел, там ласточка вылетела, а баня топится. Там красное все. Она под низом вылетает оттуда, а там невозможно. Там яйца, наверное, спеклись. А она сидит. Я тогда взял, закрыл майкой, бумагой ее. Прямо в бане, прямо возле печки. Теперь надо что-то, Владя, придумать. Палец я больше не буду, пока не вылетят. Пока не улетят, если только они есть там. Открытая баня, только горячая вода. У нас однажды была трясогуска, свела гнездо у кельи. Так мы тогда палатками закрыли, чтобы туда никто не проходил. Она вывела и улетела. А одну оставили открытую, ласточка свела гнездо. Одну келью освободили, пока не улетели. Все? За стол? А Паля? Господи, Паля, Паля. Так, Паля где у меня? Подожди. Я сейчас посмотрю. Я принес два раз, показать. Она очень курина. А рыбка есть? Где она? Я не вижу. Как она могла туда попасть? Я даже не знаю, могла ли она туда попасть. Ну, Хтория, посмотрите, где она? Ну? Как она могла туда попасть? Ну, руки не брать. Да помоет. Закрывайте. Там нет ее? Она там, она в этой щелочке сидит. Ну, как она могла? Вот там, я ее стимулирую. Там уши ее прям. Она вот так закрепилась туда и сидит. Ну, как там можно? Ну, вот и я говорю, Паля. Она как-то пролезла. Дать рыбку. Ну, там вот такое у вас все настояние. Да, и она там сидит. Там уже прям. Рыжу ее пускать. Рыжу ее заставим, бить будет. Ну, шкаф против набирать. Я принес специально для вас. Вы видели ее котенком, какое он. Хотел доставить вам удовольствие. До когда Володя щит глаз не вырвал. Я, главное, грешить не лишился шариков-то, когда коты корябали. Ну, как? Никак. То есть, Араэль отодвигать надо потом будет. За стол. Тихо, тихо, тихо. Не толкаться. Господи, 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 помилуй нас. Давайте отодвигаем еще раз. Вот так. Вчера батюшка спросил меня, вы на классы едите? Я говорю, нет. А то ложка моих дат. Вот здесь у меня ложка в этом была. Все, я ее взял. Кто за ложкой? А? Не я. Кто там взял? Кто там взял? Вот, стой. Купер побежит, стой. Кто ложку вытащил ее? Не знаю. Она нахуй у меня лежит здесь. Ну, не сама же она. Дежурный ее вынесли сюда положили. На столе лежал? Кто брал с окна, без целлофана? Возможно, вы ей поели, оставили на столе. Мы помыли, прибрали в лучшую пакет. Вот. Говорит, мешочка никто не доставал. Да, конечно. Вон идут наши пастухи. Идут. Маленькие детки ко мне подойдите. Место стараться вам идут уже. Давай. 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 Супер. Не надо.